Девушки отдыхают 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 И сколько раз он мне обговаривал, что я иронаж был другой, но я пока по-большому, так уж пока, слава Богу, получается. Но он все время, вот, интересовался, хочет, что он тебе сейчас, может, у тебя палочка, давай, давай, может быть, смело. Настолько открытый и сердечный Бог будет человек. Как для любого человека, как для любого бывшего мальчишки или девчонки, он останется для меня и остается и сейчас самым светлым, самым чудесным волшебником. Мне прислало колоссальное количество людей, письма, мальчик из Заола по имени Али. Я его не знаю, он из Казахстана пишет мне, и он пишет, тетя Оксана, сейчас сохраню, тетя Оксана, вы пойдете к дяде Боре, мы все его очень любим. Весь Казахстан скорбит, это пишет, маленький ребенок. Я сейчас самое главное хотела бы попросить, пожалуйста, Боречка, светлый, добрый, чистый, честный человек, пожалуйста, не надо ничего придумывать про его жизнь, того, чего не было. Сейчас надо помочь Кате, нашей девочке солнечной, чудесной, прекрасной, которая свою жизнь ему посвятила. Она перебинтовывала ему ножку с утра, вечером разбинтовывала. Она готовила ему только ту еду, которую ему было можно кушать. Народила чудесного Филиппа. И сейчас мы все должны окружить заботой Катюшу и Филиппчика. Блин, могу, задыхаюсь. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не надо ничего придумывать. Расскажите, какой он был чудесный и прекрасный, такой, каким вы знаете каждый его. Вы же тоже его таким знаете. Просто сохраним это, эту чистоту. Он работал с детками. А как вы восприняли? Вот вы же с ним провели отпуск, да, летом? Мы очень много вместе времени проводили. Он свою песню посвятил Господи Всевышний. Он пел про то, что женщину, ты мне подари такую женщину, чтобы любила меня, я ее любил. И он первый раз эту песню спел в машине, когда мы вместе ехали в Орленке. Я и мой муж, мы только поженились. И он нам ее подарил первый раз. Он говорит, дайте я вам спою, прям под свой телефон. А как можно это воспринять? Мы готовы. Когда заранее даже знаешь и готовишься, что что-то будет несправедливо по судьбе, как нам кажется, что скоро уйдет от нас человек, то мы все равно, когда это происходит, мы не готовы. Как можно быть готовым к уходу человека? Единственное, что я точно знаю. Кате все время говорю, Катюшечка, это мы просто такие заскорузлые, мы просто не видим, нам не дано дать. А он рядом с нами, он прям вот здесь сидит, он обнимает, а ты улыбка? И говорят мне, Ксиленька, привет, Оксамочка, привет, иди сюда, как там, Владик, где он? И тебе говорю, Катюшечка, он сидит, вот так тебя обнимает и говорит, ну не плачь, ну не плачь. Пока мы помним, и мне кажется, что никто никогда ничего не сочинит большего для деток, чем было сделано. Никто никогда не сделает. Поэтому это навсегда, просто навсегда. Ну вы же смотрели, вы же знаете, у вас у каждого есть свои любимые сюжеты. Когда в последний раз вы увидели? Ой, так вот, на кинофестивале в Сочи, в ноябре месяце, вместе, он приехал всего на два дня. Я он сидел на своем балконе, смотрел на море, далековато было, его отель был далековато. И мы когда встретились, почему, мы всегда встречались, смеялись, всегда улыбались, всегда. А после этого общались еще с ним? После разговора, помните? Вот, говорит, разговор был в декабре, в начале декабря. Мы просто поболтали, я рассказала, что мы только что вернулись из Алтая, куда он не смог поехать в 65+, включили. А я рассказывала ему про, как мы были на Алтае без него. И так я потом, когда он заболел, я не беспокоила, только с Катюшей разговаривала, с Катей, потому что сейчас правда тяжелее всех Катя. Поэтому сейчас нужно просто помочь, помочь маленькому Филиппу Борисовичу вырасти. Я дважды снималась сама, Вера, ваших. Но, конечно же, это бабушка, выходи. Невозможно. Потом, это так несправедливо, что его фильмы не были показаны. Он показывает такую грязь, а его фильмы, наполненные такой идеей, и не показали. Это странно, это неправильно. Катюша, кто сейчас встал? Кто-то поддерживает меня? Катюша сейчас, вот я прямо на телефоне с ней. Она ведь сейчас ему выходит. Привет. Она выходит и сейчас подъедет. И вчера поздно вечером с ней говорила. Все, все, а как же нет такого человека, чтобы кто-то... Потому что она у нас заслужила только доброго отношения. Потому что она так любила Боречку. И так все себя отдавала, что другого быть не могло, как у всех людей и окружающих. Как только любовь к ней ответная. Поэтому только любовь к Кате. Пожалуйста, если вы сейчас ее видите, будьте тактичны, осторожны. А, как раз, финансовая помощь тоже, друзья, не рассматриваясь. Ой, вы знаете, дело в том, что то, что касается финансовой помощи, мы совсем не дети, чтобы играть в сквадчину. Каждый человек, сколько он имеет возможности, он сам участвует в помощи. Скинуться, ну, наверное, это не те отношения и не те возможности у друзей. Все-таки мы имеем при всех сегодняшних коронавирусных ограничениях, мы имеем возможность помочь. Поэтому каждый выбирает, как он помогает и сколько. Счастье, радость и детство. Многие люди, вот и из моих знакомых, и из людей, которые выступают сейчас по телевидению, с приспорбием говорят о том, что частичка детства ушла, наверное, с этим великим человеком. Поэтому... Ну, вы знаете, что сейчас мой брат, он, к сожалению, сегодня нету, он находится в Минске, вот он прям буквально на ней не общался. У меня не было возможности, я тоже отсутствовал, поэтому чуть-чуть раньше. О чем был этот разговор? Каким он был? Всегда был счастливым. И особенно с рождением ребенка. Вот он был действительно очень наддухотворенным человеком, который, вот, ну, видел впереди большую жизнь. Вот, наверное, вот это самое печальное. А сколько, а сколько, пожалуйста, вот его все называют большим ребенком. Где они, как-то, знают его. И так ли это, вот, когда общаешься с ним, какие ощущения? Ну, это, наверное, в хорошем смысле большая ребенка. Потому что все люди, которые занимаются чем-то, что связано с детьми, должны всегда оставаться в какой-то степени ребенком. Для того, чтобы было взаимопонимание, для того, чтобы делать то, чем занимался Борис, для этого нужно понимать психологию ребенка. И в какой-то степени всегда им оставаться. Вот здесь, наверное, его ключевое качество, жизнерадостность, оно в нем все время поэтому и присутствовало. Потому что дети своей беззаботностью, да, своей чистотой, они, наверное, вот, и вселяют всегда и во взрослых веру, что хорошая жизнь вообще в этих частях, которые, да. И в нем вот это качество вчера очень было. Наверное, это, так сказать, во всем его творчестве всегда присутствовало. А те люди, которые с ним общались, они это сразу замечали. Спасибо большое. А вот когда он взял в Даницу, он сохранял оптимизм, или он все-таки понимал, что он ухозный? Нет, сохранял. Никаких таких маркер-разговоров. Это человек, который был всегда. Я помню даже, наверное, я уже был маленький, когда он был. Воскоп был, в, скажем, в 80-х годах. Он всегда был есть. Он всегда приглашал актеров старых и так далее. Вот последний, последний Хералашей с Пулыкиным, с Черновым. То есть он приглашал тех актеров, которые уже иногда и забыты были, и не снимались давно, и были в каком-то состоянии, что их никогда в последнее время не приглашали уже на съемки. В силу того, чтобы кто-то выпивал, кто-то попал в сложную. Но он всех приглашал и всех исполнил, платил какие-то деньги, поддерживал. То есть он друг был. Это очень важно. Никогда не пропускал в моих дней рождения. Куда приходил, всегда что-то говорил. Делал какие-то приятные подарки. А кто сейчас поддерживает актериум? Ну, наверное, родственники, близкие. Я звонил, предложил свою помощь. Она плакала, я когда-то не знал, что это нужно конкретно. У кого-то нужна будет помощь. Я всегда знаю. Так что я был готов поддержать и помощь. Какое самое яркое впечатление вы вспоминаете? Что сейчас вспоминаете? Вы знаете, я просматривал видео на днях рождения, когда за 10-15 лет. Он всегда такой на высоком позитивном поздравлении. Ты гений, я горжусь, я великий, ты замечательный. Ну, какая-то такая была приятная. Шутливая форма, но очень позитивная. Он всегда улыбчивый, всегда яркий, всегда при встрече анекдоты. Новые, свежие. Ему нельзя было рассказывать старых, потому что их нет. Он всех знал. Вот как Тахстенберг, тот роман, который знал все. Даже нас про с ним они соревновались. Кто больше знает анекдотов. И не всегда Тахстенберг побеждал. Сейчас даже и Боря. Боря с уникальной памятью, с огромным, богатым, таким вот, багажом жизненным. Влюбчивый. Мне не понравилось, что сын сказал, что я его никогда не прощу, жена моложе меня. Это не имеет значения. Он просто человек, ампестер сейчас, праздник. Человек, у которого нельзя на него обижаться. Он художник, большую букву. Если там дети, кто-то обижается. Но он влюбчивый, понимаете. У меня был опыт. Один, второй, я уже понял, что никогда больше не женишься. А он всегда влюблялся. Заново. Она такая, я вот это. Ругает, потом восторжен, опять говорит. И опять влюбляет. То есть человек, который влюблен был в жизни. По все, что происходит вокруг. Друзей. Обожал ездить, путешествовать. Как вы думаете, Ксения будет? Вы знаете, ее Ксению я не знаю. Но Катя, по-настоящему, влюблен.